Аплент на оверпасе будет подробно облизан прямо сейчас. Мид, лонг и коннектор за обе стороны. Куча гранат, а также сетапы и мувы. Никуда не уходи. Всем здарова, с вами как всегда Джинкс и вы на канале Рожби. И на этом канале уже как год висит ролик по оверпасу на Б, поэтому сегодня преимущественно мы говорим про аплент и все, что ему прилагается, как за Т, так и за КТ. Ты, дружище, во-первых, не пропускай розыгрыш в Телеграме, плюс вся инфа по нашему тренировочному проекту будет там в первую очередь. Ну и фидбэк, новости, все такое. А во-вторых, перед нашим погружением не забывай забрать 2,5 бакса на игру от холлстора совершенно бесплатно. 2 бакса по промо Рожби при регистрации и еще 50 центов ждут тебя в закрепе в закрепленном комментарии. Холлстор работает уже тысячу лет и порадовал столько же людей разными и веселыми режимами игры. Классик, коинфлип, апгрейдер, колесо, а недавно появился еще и краш. Короче, пофаниться здесь точно можно. Режимов пополнения, мягко говоря, хватает. А еще розыгрыши, приз дня, короче. Не тяни кота, бери промики и забирай свои скины. Но, пожалуйста, не заигрывайся. Ну что, господа, начнем с АКТ и надо немножко поговорить про дефолты мету по-быстренькому. Сейчас мета такая, что очень желательно хотя бы раз там в 2 раунда проявлять хорошую такую агрессию на меду, ланге и так далее. Потому что если у вас отжимают банан, туалеты тем более, то вам уже гораздо сложнее играть. Это первое. Но, естественно, пассивные плей мы тоже рассматриваем. Второй пункт. На А очень желателен снайпер, очень желателен авик. И это одна из тех карт, на которой он просто может в соло керить. Он может даже в соло оставаться на А. Моя любимая карта это оверпасс. Те, кто из вас меня смотрят давно, это знают. И как раз снайпера я здесь отыгрываю. Но мы будем говорить обо всем, конечно же. И, собственно, какой у нас здесь дефолт. Дефолт это 2А, но сильные стаки играют и 3А и поджимают в 2 человека, мит одного отправляют в кон и так далее. Но по дефолту, тем более на фейсе, у вас всегда будет 2А. И очень часто второй человечек ваш или вы будете ходить в коннектор. Не всегда стоять долго кон плюс туалеты это хорошо. Стоять лонг плюс кон это очень плохо. И такое я часто вижу. Пропускается банан, кого-то убивает в спину и так далее. Поэтому какие у нас неплохие есть сетапчики для двоих людей на Апленте. Первые самые частые, наверное. Один человек идет в коннектор. Второй, соответственно, играет в районе правых туалетов. Он может отыгрывать и здесь, если он с авиком. Он может, соответственно, пикнуть мит отойти назад. Но в таком случае потом через какой-то тайминг будет проблема с лонгом. С лонгом мы вообще стараемся играть, во-первых, если здесь либо авик, либо поджим. Например, под камень, под дерево, в паре и так далее. Либо если у нас человечек есть в туалетах. Ну, если вдруг так оказалось, что вы на лонге, а ваш чел в коне, то очевидно, что вам через какой-то очень короткий тайминг придется уходить назад. Мой любимый вариант средней пассивности это какой-нибудь кросс в туалетах. Вроде вот такого, плюс такого человечка, например. Или вот такого вот человечка. Более глубоких, крутых сетапов тоже куча. Например, хваленый Астралис, где здесь стоит авик, а здесь его тиммейт смотрит вот так, выход. Либо, например, без авика один становится вот так, забирает себе банан. Второй становится вот здесь, но ему страшно за лонг. Можно делать кучу разных бустов. Например, отсюда на рекламе бустится, смотри, туалеты. Забустится за траком. Забустится здесь под смоком, например. Человечек второй будет над ним все видеть и так далее. Но я считаю самым главным в сетапах на оверпассе, чтобы у вас был какой-то кросс, чтобы вы могли разменивать. Чтобы у вас максимально редко получался один глубоко в коне, второй на лонге. Также часто вижу, один остается в коне, а второй уходит в сайт. И кону уже никак не может помочь, а кон сэндвичем, так скажем, душат. Поэтому, если вы играете на, то всегда старайтесь думать об этом, колить тиммейтам и так далее. Но что еще важнее за КТ, это, конечно же, агрессия. И здесь мы переходим с вами и к гранатам, и к сетапам, и к возможным, соответственно, розыгрышам всяким остальным. Так скажем, краткая теоретическая часть закончена. Значит, первое, что нам нужно, must have граната, очевидно, это молик в яму. Молик в яму есть старый, вот из этой позиции, наводимся вот так, бежим. Когда почти добежали до акустика, делаем джамп троу. В чем его может быть плюс до сих пор? Это то, что мы рассказывали в ролике про фишки от ПРО. Что когда атака тушит этот молик, вот тут остается габ для авика. И очень часто неопытные игроки могут именно так криво тушить, потому что он ложится направо. А ваш авик будет собирать инфу или даже найдет слово open. Но минус этого молика, что он очень медленный, и его почти уже, ну, короче, очень редко кидают под определенный сетап. Второй молик самый популярный, самый классический. Вы бежите вот так, чтобы вы не врезались в лавку, чуть левее ее огибаете по направлению к этой полоске и целитесь в ее центр. Когда начинается лавка, вы делаете джамп троу, отпускаете гранатку, она прекрасно сюда ложится. Но есть третий, еще более быстрый вариант, как минимум, симпл его кидает постоянно. Делаем практически то же самое, для того, чтобы была скорость, можно упасть отсюда. И мы целимся не в эту полоску, а чуть левее, примерно вот сюда. И отпускаем молик еще немножко раньше. То есть не когда мы пробегаем лавку начало, а когда мы уже пробежали вот этот уголок. То есть выглядит это примерно вот таким вот образом. Пробежали угол, кинули, он залетает гораздо быстрее того предыдущего молика. Этот молик мастхев, как минимум вы выбиваете один смог у атаки, кто-то по нему может пробежаться и так далее. Но стоит обязательно учитывать, что у всех этих моликов может получиться так, что вы немножечко раньше, позже отпустите его, и либо слева, либо справа будет как бы проход, который почти хапа не снимает. Видите, вот, например, здесь можно по левой части пробежаться. Тут как бы херовое запустило. Далее, вот такой вот смачок может от симпла вам хорошо помочь. Он не тушит молик, и он ложится в эту зону. Вы можете, в принципе, довольно спокойно занимать фонтан с тиммейтом, пикать шары и все в таком духе. И давайте я вам сразу вдогоночку кину молик на детскую площадку и прекрасную хаешку туда же. И потом мы это все быстренько соберем в один прикольный очень сетап. Если вы его потренируете, то будете оперативно быстро всех убивать. Молик на площадку очень просто дается. Вот наш ориентир. На уровне лестницы мы целимся сюда. Некоторые проигроки на всякий случай здесь прижимаются, наводятся вот так. И через пару шагов, когда пробежали в эту тему, отпускают молик. Он у нас залетает вот таким вот образом, но его можно кидать и на ходу. То есть вы бежите вот так, можете даже не прижиматься к этой теме. Запускаете, и он также прекрасно ложится, вам не нужно париться. И, собственно, хаешки. Хаешки на детскую площадку тоже очень полезная тема в Миду. Их можно запустить двумя вариантами. Упираемся вот в этот вот угол, наводимся на вторую ступеньку в угол также. И через пару шагов запускаем хаешку. Она взрывается вот здесь. Первый вариант вы поняли. Он более медленный, но более надежный. Если вы хотите сделать это быстрее, то вы выбегаете направо из туалета. Вбежите примерно по тени вот этого вот дерева. И запускаете хаешку вот сюда, вот в этот угол травы. То есть выглядеть это у нас будет примерно вот так. Опять же, зайдите в лобби, потренируйте, проверьте хаешка. Ну, слушайте, на самом деле, если ее чуть-чуть позже отпустить, она и 70 хп у вас будет дамаж. То есть можно сделать вот так. Немножечко позже она залетает чуть-чуть глубже. И, кстати, погодите, ее можно, по-моему, даже ниже кидать. Она должна залетать еще сочнее. Ну, да, короче. Ну, и в итоге даже из этого мы можем собрать прекрасный вот такой вот сетап, который, ну, просто, просто можно наказывать людей очень-очень вкусненько. То есть, представляете, выбегает сюда, парень выйти уже не может, пробегает по молечку и ловит по жопе еще. Даже в теории можно сделать фраг, но как минимум надамажить одного-двоих людей прекрасно. Дальше сразу хочу поговорить про авик. Что касается авика. Первое, ребята, пожалуйста, пикайте через туалеты по виспе всегда, потому что многие бегут через банан, вы столько времени теряете, что дай боже. Бежим через туалет, у нас есть два варианта. Первый, это запрыгнуть с мусорки. С этим у многих новичков проблемы, они вот здесь стопорятся, открываются сразу быстро и так далее. Советую вам идеальный вариант, которым пользуюсь я, запрыгивать с этой лавки. В полете достаем авик, вот так вот, и сразу зумимся. Вы пикаете на пиксель, вы не теряете времени. Плюс лайфхак такой, если вы знаете, что там есть авик, можно медленно вот так распикать, дать ему в лицо. Если вы знаете, что авика там нет, вы становитесь чуть шире. И вот здесь пробегающего стабильно можно ловить. Если у вас там низкие герцы или реакция, то становитесь шире. И все, очень будет у вас легко. Опять же, этот элемент потренируйте, все будет хорошо. Дали выстрел, дали килл, желательно, чтобы ваш тиммейт дал флешку на отход. Падаете в туалеты, пропрыгиваете, можете сыграть вот с такого угла. Можете подождать низ, тогда ваш тиммейт должен вам шары забрать и так далее. Здесь, вот прям здесь, ребят, играть честно не особо советую. Это уже один из самых задроченных префов, поэтому вот вам прекрасная позиция. Здесь вы быстрее можете фликнуть вниз, здесь вы можете, ну, можете так вот стать. Это именно если мы играем с авиком. Ну и один из важнейших пунктов игры с авиком на обере, далшот отошел дальше на острый угол. Там выстрелил, отошел сюда, здесь выстрелил, отошел вот на такой угол, здесь выстрелил, например, вышел, оп, тут уже может пушить банан, выполз на него, упрыгнул в сайт, например, и так далее. Далее, немножечко по флешкам, здесь они несложны. Представим теоретическую ситуацию, что ваши тиммейты пушат лонг, возможно, их несколько на фарсе и так далее. Флешки можно, опять же, ориентировать примерно вот по этой траве, по такой траектории, естественно, это делается в раннем тайминге, чтобы вас не успел пикнуть мид. Мы их запускаем примерно вот так вот с Jump Throw, и эта флешка, она очень хорошо будет флешить практически все здесь. Ваши тиммейты, выходя, как бы флешиться не будут, под нее пикнут, и все у них будет хорошо. Самая дефолтная поп-флешка в мид выглядит вот так вот. Упираемся сюда, наводимся сюда. Эта флешка не флешит ваш авик, практически там будет, ну, там, минимальный пук какой-то. Ну, такой вот. А здесь все, очевидно, будут в молоко, и отвернуться от нее практически невозможно. Даже такой вот человек, который контролит на пиксель, он все равно будет прилично слепой. Поэтому такие саппортящие флешки при любых пушах, при любых ситуациях, да даже, чтобы немножко держать атаку, можно применять. Все, другие уже там выдумывать какие-то вещи, ну, можете что-нибудь в такое вот сделать, конечно, но оно примерно так же полетит. Далее, самый дефолтный смок нужен практически каждый раунд, может быть, каждый второй, который кидается над мусоркой, и вы его запускаете вот таким вот образом. То есть, ну, траектория может быть разной, и в целом вы всегда им попадете. За ним, естественно, вы можете просочиться на шары, если вы будете идти не по бортику, и занять одну из острых, так сказать, позиций. Естественно, вам нужно, чтобы смотрели врыв сюда, в смок. Вы можете стать вот так вот. Вы можете стать вот так вот, но, ребята, если вы с сайлентером будете стоять вот так смотреть, у вас могут заметить дуло очень легко. Ну и плюс, в таком сетапе в соло играть тоже очень опасно. На одном из последних стримов с демками человека здесь постоянно разменивали. Он давал один фраг, но умирал. Нужно минимум два. Ну и также в этом смоке можно мутить такую тему, что вы прошли мимо бортика с авиком, оп, заползли на бортик, дали фраг, отошли. Все отлично. Но будьте готовы, в этот смок часто могут врываться и под флешку, и без, и на форсах особенно будут выпрыгивать по этой стенке дурачки. Будьте готовы. Что касается пикать мид снизу, это гораздо более опасная, на самом деле, затея, тем более с эмкой. Нужны, повторюсь, те самые смоки, молики, желательно флешечка, и правильно занять позицию на фонтане. С авиком можно пикнуть снизу, но я бы отдавал приоритет все-таки пиксельному пику с шаров. Его очень сложно убить даже опытным игрокам. В качестве разнообразия раз в 3-2 раунда пика можно попробовать словить соперника снизу. Давайте переместимся ненадолго в кон, и потом вернемся уже дальше к туалетам, так скажем, к сайду, что там можно делать, какие там есть гранаты и сетапы. Задача человечка в коннекторе очень часто помогать на Б, ему либо взрывают дверь, либо он взрывает ее сам, либо он ее не взрывает, он душит коннектор, а потом выходит на воду под флешки без взорванной дверью, без, неважно. Но очень часто будет такое, что атака будет сильно душить и контролить кон, или сильно душить апплэн. Поэтому игроку с коннектор придется отыгрывать вот где-то здесь, тут зонится с маками и так далее. Самый дефолтный ванвей в коннекторе, предлагаю использовать вам его всегда. Самый дефолтный выглядит вот так, вот прижимаетесь в угол, кидаете вот такую вещь, но я это делаю не так, это немножко медленно, и здесь слишком большая получается у вас дыра. Чтобы сделать это быстрее, вы бежите, шифтанулись, уперлись вот так вот, кинули этот смочок, и сразу в целом под него можно уже работать. Дали пару шотов, отошли. Не хотите под него работать? Вы этим сильно сдержите оппонента. Бывает, челы любят просачиваться в смок вот здесь снизу, вам его лучше подзаконтролить. Могут пошить, а потом один дурачок будет вылазить сюда. Но тем не менее, вы остановите атаку как минимум на секунд 15 точно. Далее, господа поп-флешки, вы должны их сами себе накидывать на пик, их существует очень много различных, самая первая, самая дефолтная, кидается вот в эту зону, с шага, с шифта она выныривает за вас, вы под нее вот так пикаете. Ну, естественно, я сейчас просто говорил, и под нее пикнул не в тайминг, вы должны выходить под нее в тайминг. Вторая, рачеловская, становимся вот сюда, по-моему, на уровне вот этого вот пятна, наводимся вот так, кидаем, и также под нее мы можем пикать. Да, взрывается она за вами. Кто-то кидает вот так с угла куда-то вот сюда, нет, наверное, с шифта все-таки, как-то вот так. Ну, нет, это уже не поп-флешка, короче. Вот так мы наводимся, отпускаем, и она тоже разрывается, собственно говоря, за вами. В чем задача кона на А? Есть кросс-туалет, и у вас господин, вы отсюда не выходите вот так широко, тем более, если есть инфа, что уже могут быть шары. Вы либо распикиваете, вот так разоимливаете, либо вы сами себе ждете господина-человечка вот как-то вот так на оффэнгли, но надо опасаться за эту точку. Либо вы постепенно распикиваете, воюете, либо можно использовать, например, ванвейчик. Ванвейчик у нас кидается вот сюда с двух кнопок мыши, и под ним в целом очень хорошо можно ловить фраги. На самом деле со стороны, ну, как бы тут... Вот на таком расстоянии точно не скажешь, там какой-то ванвей. Человек так увидел, может даже так чекнет, но, ребят, ванвей вот здесь. Тоже может быть полезно, но в целом не выбегайся никогда без инфы из коннектора вот так вот на мид. Кучу раз видел, выходят шары, убивают. Этот вот чел играет у вас правый туалет, он не должен вам сюда его пускать, поэтому в коннектор играйте аккуратно. Ну и, ребят, конечно, все-таки в коннекторе первостепенная задача помогать Б и держать сам коннектор. Но не продавать при этом человека на А и помогать ему в нужный тайм. Сейчас пойдем, пойдем в туалетики быстренько. Давайте немножко еще по лангу. Ребята, в ланге не кидается ровным счетом практически ничего. То есть могут кидаться какие-то вот такие вот смоки, и под них здесь вот бустится человек, например, с авиком. Может кидаться какая-то под пик себе или тиммейтам вот такая вот флешка, естественно, это понятно. Но с большего здесь каких-то нереальных ванвеев или каких-то откидок их нет. Можно по решеточке откинуть себе флешку, на шефте вы поднимаетесь с лестницы, шефтите и вот такую флешку даете. Под нее можно пикнуть, пикнуть дерево, не забывайте про него, взрывается она вот здесь. Ну а в целом на ланге вариантов много, но проблема везде в том, что здесь соло особо не постоит. Если ты соло занимаешь камень, у тебя должно быть либо дерево, либо два пушить миты ты под них играешь. Если ты сядешь на дереве, можно классно пропустить, забайтить, но максимум двоих забираешь, тебя или нашивают, или убивают. Это то, что, например, я очень люблю. Например, ты смотришь здесь челу кон, он пикнул, понял, что никого нет, аккуратненько вышел. И ты можешь чекать себе здесь туалет и пикнуть под ту флешку, которую я показал. И, ребят, не забывайте про вот эти вот оффэнглы. Во-первых, вот такая позиция, до нее часто, например, не доводится атака. Ну и вы за атаку помните, что вам нужно не вот так выходить сразу, а помните про вот эти вот углы этого граффити. И просто вот такой прямой угол отдалить от текстуры, и это будет прекрасный оффэнгл. У вас правое плечо, я здесь фрагов очень много собираю, на пистолетках, где угодно. С авиком можно всегда делать селфбуст, его нужно потренировать. То есть вы выбегаете сюда на первом тайминге, оп, и быстренько запрыгнули. Но нужно, понятно, если вы зафейлите, сразу уходить. Дали оффэн, упали. Здесь даже вас бустить никому не надо и тратить время, отпуская банан. А, да, еще рачеловская моменталочка одна. Если вы здесь стоите, собираете инфу, так часто делается. То есть вы можете прижаться к кону на первом тайминге, послушать иконы мид сразу и спокойненько с его уйти. Но если вы решите поджимать, у вас будет еще тиммейт на шарах, то можно вот такие вот флешки правой кнопкой давать. Они взрываются тут, вас не флешат. Хорошая флешечка. Ну и, ребята, туалеты. Про сетапы я сказал вначале. Тут хочу показать вам, опять же, несколько ванвеев, потому что других гранат здесь особых никаких нет. Ванвеи очень могут пригодиться и на банане, и в туалетах. В туалетах самый уже попсовый, но его по-прежнему не считают даже на 10-х лвлах. Прижимаемся к этой вот мусорочке, наводимся на лавочку и можем играть вот здесь, над смоком. Ну не, это все равно, это будет нехилый ванвейн. По-моему, он еще чуть правее должен лечь. Что-то я не так сделал или что? Не, наоборот, хуже получилось. Короче, кидайся, как я кинул, там все равно ничего не видно. Главное залезть на мусорку. Не знаю насчет авика, но с эмкой точно можно кого-нибудь здесь найти. Далее еще один дефолтнейший ванвейн от мусорки, но вы его обязаны знать. Вот так вот становимся, наводимся в траву. Здесь можем играть под лавкой. Сильно вылазить вот так я вам, естественно, не советую. Играем на грани смока. Ловим вот здесь, опять же, какого-нибудь дурачка. И еще два прикольных ванвея вот из этой позиции. Так, ты проходи, уходи, да. Упираемся здесь. Понятно, что это должен быть какой-то соевовый тайминг или тиммейт, потому что оно выйдет, вам даст в лицо, не забывайте об этом. И здесь мы видим вот такую грязь. В ее верх мы кидаем вот так смок. И под него мы можем шифтом, надо смотреть на радар или по чуечке, проходить. Даже сели, вас здесь вообще, ну, или не видно будет, или никто не будет ждать. Довольно опытный игрок должен с префа выходить. И поэтому, поэтому. Второй вариант смока, мы его кидаем чуть правее. И мы сможем играть на лавочке. На лавочке сможем играть вот так, ребята. Это уже еще соевовый. Но тут уже реально вас сложно вообще даже подумать о вас, на самом деле. Даже довольно опытный игрок может выйти вот сюда, но здесь прям эту головешку увидеть невозможно. Советую юзать второй ванвай. Так, что касается сетапов на сайде, понятно. Если вы уже оказались здесь, вы либо с авиком аккуратненько отчекиваетесь с сайда, либо вы прыгаете правильно. То есть хотя бы вот так, ребята, прыгаете. Вот так, на пол шишечки. Многие задроты прыгают вперед, назад. Вот так вот чекают как бы и то, и то себе. Это вариант, если вы остались в соло. Это вариант, если у вас чел второй на траке, например. И так далее. Трак. Вообще не забывайте про трак, ребята. Имба всегда любые углы. 90, понятно, молики. Но вот такие углы, например. Вот такие углы собрать инфу. Покайтить вот здесь. Запустить лонг всегда очень хорошо. В банке вот эти позиции. Все хорошо работают. Сравняться со стенкой здесь. Стать вот так запустить. Но ваш тиммейт должен, соответственно, тоже стать правильно. Ну и, пожалуйста, не забывайте про лонг. Очень часто про него все почему-то забывают. Ну и нужно ретейк. Ретейк гранаты вам, ребята, еще показать обязательно. Весь мастхэв на А, в принципе, мы уже получили с вами. Практически все они кидаются из этого угла. Практически все. Первое. Молик в левую нычку. Молик в левую нычку. Кидается он вот таким вот образом. Наводимся сюда. И все. Далее два молика в дефолт. Один кидается вот сюда, в центр этого пятна, с шага. Он ложится на топ-сайд. И горит, собственно, он по бокам. Очень хороший молик. Используйте, особенно если человек плентит. Второй кидается в дом. О, клумба, кстати, ребята. Открыт новый молик. Он без шага дается. Вот так вот. А это у нас, собственно говоря, дефолт. Дефолт будет. Подождите, даже чуть правее его можно дать. Тогда будет, по-моему, идеально. Да. Ну и клумбу вам заодно показал. И смок туалет и смок лонг тоже может быть полезный вам. Над листиками вот так в проводочек кидаем. Это смок толчки у нас залетает. И левее лампы еще на одну лампу. Это у нас смок. Отрезает стабильно. Дырок нет. Все хорошо. Еще много сетапов есть на рекламе. Как я и сказал, буст над этим смоком здесь можно сделать. Можно сделать буст здесь на туалет. И может игрок здесь соло стоять. Когда у него есть игрок трака, сайта и так далее. У про игроков есть такой ванвейчик. Он кидается вот по этой тени. Можно кинуть его дальше. Но чаще я вижу, по-моему, вот этот. Мы с контролом запрыгиваем сюда. Хорошо видим банан. На нас внимания особо не обращают. Но в целом, даже если вы кинете просто дальше, просто вперед. Все равно у вас над сайтом будет ванвей. Он просто будет менее, точнее более очевидный. Но над ним все еще можно играть. Обязательно использовать. Ну и ребят, за атаку у вас ждет гораздо больше гранат. Конечно, гораздо больше рассуждений. За КТ все не так сложно. Главное понимать тайминги. Нормально пикать. Использовать основные вот эти вот вещи. И все у вас будет хорошо. Но самое главное. Особенно на А. Либо хороший снайпер. Либо правильный отыгрыш в соло. Правильный чек позиций. Либо хорошие кроссфайры с тиммейтом. Погнали за атаку. Ну и ребята, атака это более ответственная. Более многим непонятная тема. От чего строится у нас игра за атаку? На самом деле, как я и говорил в ролике про Б. Желательно как минимум контролить воду постоянно. Если КТ отжимают воду. Если вы решили сделать разнообразие или дефолт. То дефолт под А это 1-1-3. Один человек играет под Б. Ждет поджимы. Смотрит монстр и так далее. Один играет в коне. Обязательно. И трое уже месяца под А. Один там двое отправляются в лонг. Один под медом медленно. Но в основном два туалета и один лонг. И постепенно вы отжимаете точки. Отжимаете зоны. Продвигаетесь вместе. Кон тоже выходит. И в перспективочке мы вчетвером уже выходим неплохо так на А. Это что касается дефолта. То есть, ребят. То, что вы там 5 лонг бегаете. Это вообще габелла. Я вам обязательно покажу нужные смоки. Чтобы даже это можно было реализовать. Но в целом старайтесь не кучковаться на оверпассе. Все в одной точке постоянно. Обязательно нужно играть в размены. Но идти 4 кон или 4 мид, если у вас байраунд, это сумасшествие абсолютное. Так что отталкиваться в целом мы будем более-менее от дефолта. Но, ребят, со всеми этими гранатами придумать вы сможете все, что практически угодно. Значит, вот эта вот зона. Теспаун. Отсюда уже можно кинуть очень много всего полезного на Апленд. Самое первое это смок симпла. Он работает, даже если вы играете под Б. Во-вторых, если у вас даже нет пода, он может создать видимость того, что вы там есть. Поэтому пользуйтесь, упираемся к мусорке, перезапускаем молик и в левую часть решетки даем джамп троу. Этот смок прекрасненько будет вам тушить молотов. Ну и, как я и сказал, создавать какую-то видимость. Далее, нам практически всегда в каждом раунде нужен смок туалеты и желательно быстрый. Потому что отсюда всем очень неудобно. Здесь играет авик и так далее. Шары умирают, все умирает. Я вам покажу целых 5 смоков. 5 смоков. На самом деле из них толковых только 3. А вообще я советовал бы пользоваться одним. Но каждому свое разные ситуации бывают. Первые 3 смока кидаются вот отсюда. Вы их наверняка все видели. Очень часто кидают вот в это пятно. Довольно-таки часто кидают вот в это пятно. Но у этих смоков небольшой такой минус, что они слишком выглядывают наружу. То есть у нас соперник, соперник. Видите, даже 2 смока лежит. Он все еще может пройти из курилки сюда, ничего вообще практически не опасаясь. Нам нужно, чтобы он лег глубже. Поэтому 3 смок правильный отсюда. Дается вот сюда в нижнее пятнышко. И этот уже смок у нас ляжет чуть глубже. И игроку курилочки будет гораздо сложнее проходить у нас вот сюда. Как вы видите, здесь уже проблема. Далее. Еще один смок бородатый от Get Right. Не самый удобный. Но вдруг, вдруг вам он нужен. Мы упираемся в черную точечку. Видим вот эту тень. И тут, видите, изгиб такой. Вот мы в этот изгиб и целимся. Вот он тут. Бах. Jump troll. Но, опять же, плюс этого смока, что он залетает еще глубже. То есть вы в перспективочке можете немножечко прижавшись играть и так, и так. И там уже КТ вообще не смогут нормально соваться. И пятый, то есть третий смок от Рачела. Вот он, конечно, топ. Здесь меньше всего риск потеряется. И он залетает вообще прекрасно. Выравниваемся вот так вот по стеночке. Стоим у ее левого края. Целимся вот так. Отправляем jump troll. И этот смок вообще идеально ложится. Тут вообще никаких вопросов. Вот он прям perfect, я бы сказал. Что вам еще может сильно пригодиться? Это фастовый смок на банан. Кидается примерно отсюда же. Только мы уже тут вот упираемся, равняемся по стеночке. Находим вот эту вот трещинку. И на пиксель левее нее в самый низ. Запускаем смочок. Это будет у нас смочочек банан. Отрежет авик. Ну и если вдруг вам скинут два смока, то можно прекрасно, очень прикольненько, быстро эти два смока, собственно говоря, раскинуть. Игрок под B бородач может скидывать вот такой вот. Такой же смок банан. Очень простой. Но это уже B игрок. И возможно вы не хотите его давать именно отсюда. Но пригодиться также вам может. Про кон давайте поговорим в самом конце. Там на самом деле ничего особенного. Я думаю, что кон играть умеют уже практически все. Значит, во-первых, первая респа обязана скидывать либо вот такую вот флешечку, либо флешечку от стенки. Просто обязан. Естественно, если ваш человек не кидает смок, симплан надо быть готовым потушить смок и пропрыгнуть, занять площадку. На демках часто вижу, как челы вот отсюда кидают флешечки абсолютно различные. И здесь только один вариант имеет право на жизнь на самом деле, теоретически. Это если упереться вот так слева и кидать с шага вправо. Примерно наводимся на дерево и делаем вот такой джамп-троу с шага. Тогда эта флешка залетает довольно глубоко. Она флешит авик. Она флешит низ. Но проблема есть в том, что тиммейт под нее должен пикнуть после взрыва, потому что он тоже будет от нее, собственно говоря, в молоке. Вот эти все стоячие флешки. У нас на демочке парень вообще какой-то полу-джамп-троу, что-то отсюда вот отсюда вот скидывал какое-то такое или вот такое. Это все не флешит авик. Вообще ничего ему абсолютно не делает. Ну, смотрите, вот флешка летит. Я могу вот так стоять. Ну, посмотрите, как она меня флешит. Здесь человек вообще не слепой. Поэтому, ребят, такие флешки не кидайте. Первая респа прокидывает. Если уж там ситуация плохая или что-то такое, я вам показал слева направо. Вот так вот в небо поднимаем и делаем примерно вот так. Далее, что вообще тут по агрессии? Естественно, вы должны понимать, что по КД будет пикать авик шары, то, что я вам говорил за КТ. Здесь будет лежать смог, и за ним может быть человек. Нам понадобятся молики на шары. Обязательно. Челы будут занимать шары. Вот эту позицию точно будет занимать человек. Потом, если что, убегать назад или убегать вправо. Поэтому первое отсюда. Мы упираемся вот таким вот образом. Видим вот эту тень. Можно либо сюда кинуть, либо вот сюда кинуть. Оба этих молика залетят нормально. Второй, на самом деле, чуть посочнее. Он лучше здесь разгорается, но оба работают. Единственный ваш риск, что вы на секундочку светите башкой, но на самом деле я не думаю, что вам кто-то что-то особенное сделает. Примерно из этой же позиции, уперевшись вот тут с другой стороны, и найдя довольно геморройный ориентир в виде вот этой вот дыры, у нас ветка, короче, качается, а дыра практически всегда стабильна. Вы ориентируясь по этой ветке, либо выше эта дыра, либо чуть ниже этой ветки будет, вы кидаете в нее смачок. Ну и он тоже у нас залетает в туалеты. То есть можно, можно кинуть две прекрасные гранаты вот из этой позиции. Далее молик шары. Из демки симпла. Отсюда и флешки можно кидать. Молик. Под буквой А вот этот вот камень мы видим. Видим под ним черное пятно, и оно соприкасается с белым. Вот так наводимся, джамп троу и такой же молик на шары. Что касается флешек, здесь много, вы можете себе вот так кидать, выходить под нее после взрыва. Она забландит там все. И можно накинуть тиммейтом на шары. Ориентируемся чуть выше стрелочки. Запускаем вот так флешку, ну и под нее должны пикнуть тиммейты, но они должны быть близко к стене. В данном случае и на широком выпаде под вот эту флешку разбомбить шарики. Еще, ребят, то, что я вам собственно говорил за КТ. Следите за моликами, даже если вы их не потушите. Либо справа, либо слева может быть дырка. Справа выходить. Немножечко геморройней, потому что не сразу это видно. Но в целом вы всегда можете запрыгнуть вот так и пробежать здесь. Но будьте готовы, конечно же, к поджиму. Далее площадочка. Заняли мы площадочку. Кто-то контролит лонг, кто-то находится здесь. Отсюда тоже можно много всего абсолютно прекрасного кинуть. Во-первых, самый простой, самый полезный смог в туалеты. Упираемся к цветочку, видим вот этот вот треугольничек и как бы его центр верхний кидаем. Этот смог всегда закроет туалеты нормально. Даже если он упадет чуть правее, чуть левее, все равно дырок никаких у нас здесь не будет. Этот же смог можно швырять отсюда, ориентируясь по цветочку в центр неба. Вот так вот, между веткой, в смысле, и листьями центра неба. Он залетает довольно глубоко, конечно же, но, опять же, ванвейв никаких нет. Ну и нечто более геморройное, это отсюда все-таки молики. Молики против АВП. Их можно кинуть дальше, тоже покажу. Тем не менее, может понадобиться на раннем тайминге. Здесь два ориентира. Оранжевый цветочек, красненький цветок, подоранжевый цветочек. Мы становимся вот так вот. Наводимся в эту часть забора под лепестком, почти добегаем до горки, делаем джамп-троу, и он прекрасно у нас ложится, выпаливает все, что нам нужно. Красный цветочек, кстати, нафиг. По бордюру, поэтому можно сориентироваться. Тоже мы подбегаем к нему. Естественно, здесь нам должны смотреть лонг, левее люди, то есть иначе это опасно. Становимся на край бордюра, и наводимся на вот это черное пятно в песочник. Опять же, пара шагов, джамп-троу, все нормально, в принципе, залетает, прогоняет соперничка. Что касается флешек, на лонг, на лонг есть моменталочка. Мы становимся примерно вот сюда, на край песочницы, можно чуть ошибиться. Наш главный ориентир, это угол этого здания и листья. Примерно между ними мы отпускаем флешку, это будет прекрасная моменталка, она взрывается вот здесь. Ваш тиммейт не слепой, здесь все, собственно говоря, слепой. Естественно, если мы понимаем, что он даль шаговик, мы делаем какие-то вот такие более глубокие, даем флешки. Если понимаем, что близкое нужно накинуть себе самому, мы можем кинуть либо налево, либо сделать вот такой вот джамп-троу здесь. Собственно, такие же флешки примерно у нас работают и против шаров. Мы вот так кидаем и под нее хорошенечко пикаем. Такая стартовая флешка тоже работает, если вы играете по респе, она вылетает, флешит все шары, если чел на фонтане тоже зафлешит, короче, юзайте. Далее, вы заняли эту зону, допустим, молик никто не кинул, он кончился, вы понимаете, что здесь контролит авик. Моликов все еще можно дать огромное количество. Самый дефолт, мы подходим вот сюда, вот по этому цветочку ориентируемся, в здание с шага, с шифта, можно длиннее, можно короче, он anyway, авик прогонит. Из фонтана упираемся вот сюда, целимся в листву, то есть становимся сбоку фонтана, здесь нам в целом особо не угрожает, ничего, тем более, если там смог. И вот так в листву можно выше, можно правее, левее, тоже все в целом прогонит наш авик. По многим, ребят, из этих ориентиров, можно давать и флешки, и все остальное, то есть, ну вот такая флешка, естественно, от нее авик может отвернуться, но ему уже неприятно. Такие моменты тоже в голове фиксируйте, такие дефолты уже рассказывать вам не буду. Ладно, давайте все-таки пару слов про коннектор, пока мы дальше не перешли. Во-первых, сюда нужно научиться нормально падать, брать прев и так далее. У вас здесь две гранаты, молик и смог, молик и смог. Молик ранее кидается от стенки, флешки ранее кидаются от стенки, все это дается, это самое, ну коннектор, это самое простое, что у вас может быть. Варианта смока у вас два, один дефолтный, под который вы можете врывать дверь, ждать здесь дурачка на врыве и так далее. Второй дается на дверь, потому что, как я говорил за КТ, очень много сетапов со взорванной, открытой дверью, когда отсюда с кона спускается, челы воюют, когда вас нашивают с Б, дают моменталки с шорта, куча всякой херни происходит, поэтому можно, если видите, что дверца, дверца у вас не целая, отзонится смоком, иногда можно сразу, потому что ее взорвать могут в любой момент, в матчах фейзов, например, мы очень часто видели, как так Твиз, или нет, Робс, Робс находил фраги, поэтому, заняли кон, кинули либо смог, либо Молик, но по да, конечно, смог сюда давать не всегда резон, не всегда резон, хотя если ваши тиммейты душат сверху кон, тоже можно, но вообще, вот такой вот Молик, все норм, если хотите дальше закинуть, если хотим дальше закинуть Молик, вот, ну, эта зона просто, вот и все, и потом постепенно продвигаемся, распикиваем, помогаем тиммейтам, либо уходим в каком-то среднем тайминге, через Т-спаун, уже двигаемся здесь, кстати, ребята, еще, еще очень важный Молик с шаров, которым можно очень круто прогнать игрока кон, либо выдавить его к вам, либо прогнать его к вашему тиммейту вниз, мы, естественно, сначала проходим сюда, чекаем, здесь никого нет, мы садимся, здесь нашу макушку еле видно, это нужно сделать довольно оперативно, мы видим вот эту зону, чтобы у нас туда прям по центру, вот так вот пролетел Моличек, наводимся наверх здания, и отпускаем его, посмотрите, как он ювелирно ложится здесь, он подпаливает вверх, он подпаливает вниз, и гореть будет еще вот тут и нычка, и челу придется либо идти вверх, либо бежать вниз, и человек с кона его слышит, он может добавить ХЕшку или Молик, и там уже, собственно говоря, труп. По Лангу, по флешкам мы все сказали, здесь более-менее по флешкам понятно, нам нужно продвинуться, отжать уже дальше вот эти вот зоны, тут помогут смоки, с Лангом. В Ланге покажу вам, наверное, одну моменталку в туалеты, которая, ну, просто работает шикарно. Ориентируемся по центру вот этой вот всей травы, всего этого Марьева, садимся, чтобы нас Авик там не видел, и вообще это выглядит обычно вот так, между двумя буквами Т, но вы смотрите, чтобы флешка залетела вот сюда, поэтому в данном случае я кидаю ее в левую часть второй буквы Т. Что с этой флешкой легендарно? Ну, во-первых, это моменталка, причем даже здесь от нее никто не отвернется, там не успеваешь отреагировать, все остальные позиции, тем более в молоко, и ваш тиммейт, если он уже отпикал вот эти вот острые углы, то когда он пикает вот так, то флешка ему ничего почти не делает, поэтому такую моменталочку запоминаем, фиксируем, фиксируем. Еще просьба к игрокам Оверпасса научиться запрыгивать вот сюда. Ну и далее, ребят, мы продвигаемся к самым интересным гранатам, естественно, это трак, это банк, это стерс. И еще один довольно важный смок, покажу я вам вот в эту зону, если ваши 2-3 дурочка бегут с ланга, их постоянно расстреливают, даже несмотря на то, что один тиммейт изредка бывает в туалетах, все равно клумба какая-нибудь здесь живучий, вы поняли. Сланга. Что кидается с ланга? Прошли мы, значит, сюда, возможно, чекнули, возможно, пикнули с авиком, возможно, пропрыгнули, неважно, оказались мы вот в этой зоне. Продвинулись мы в эту зону, равняемся по углу тени фонарика, здесь нас ничего не беспокоит, и в нижний вот этот вот квадратик кидаем смок, он залетает у нас прекрасненько на стерс, все хорошо, без дырочек, без ничего остального. Потом можно сразу же перебежать вот сюда, упереться примерно вот так, и с шага кинуть молик, он залетит у нас на трак. Залетит на трак, вот вам уже один вариант экзекьюта имеется. Ой, ребят, я вам еще забыл сказать, если вы здесь боитесь, что у вас контролит авик, не уверен в своих байтах, в своих префах, широких пиках, можно дать вот такую вот флеш, чуть правее этой темы, и она, видите, как вылетает, он как бы ее видит, но он либо сместится, либо выстрелит и убежит. То есть это выглядит для него вот так. Она куда-то полетела, но она взрывается вот здесь. Еще один молик трак, этот вот угол, находим белое пятнышко, делаем полтора, грубо говоря, шага, и кидаем. Он залетает на трак, все нормально. Если сделать подольше шаги, пробежать, грубо говоря, вот эту вот траву, также наведясь на белое пятно, мы закинем молик уже в 90. В 90 у нас здесь человечек сгорит. И еще два прекрасных смока, когда вы заняли уже эту зону, пропрыгнули, мы уравняемся по верхней букве А, либо сравниваем эту палку с той буквой А, собственно, по центру. Но это будет немножко дольше. И самый дефолтный смок в банк летит вот таким образом. Он летит глубоко, он не даст выйти никому из банка, но вот этот вот человечек может доставить неудобства, его придется дочекивать, кого-то может убить. Поэтому можно кинуть смок вот таким вот образом, или вот таким. И он уже ляжет более снаружи, но здесь я бы на самом деле опасался, с одной стороны может быть ванвэй, хотя в него, наверное, никто не пойдет, и трак вам уже, собственно говоря, не страшен. Трак, я имею ввиду, вот эта вот машина другая. Да и, собственно, все. Все, что нам осталось на ванге, это флешки. Флешки все кидаются налево, но, ребят, пожалуйста, не кидайте их слишком низко. Слишком низко, потому что они, вот, многие думают, что там нет стенки, например. А они все туда, эти флешки уходят, и все. Поэтому чуть выше, можно с шага длинного, можно с короткого, под нее можно самому пикнуть, и так далее. Все прекрасно, можно даже правее накинуть над колонной, если человек ваш уже идет где-то здесь, он слепой сильно не будет. Ну и здесь, если вы играете лонг, всегда нужно опасаться вот этой зоны, и поэтому всегда нужно отправлять туда игрока туалетов, который даст, собственно говоря, много других смоков. Именно этот смок я покажу, потому что он в тему к лонгу, а потом будем обрабатывать уже весь банан, все остальные гранаты. Упираемся к краю лавки снизу, сидим, сидя наводимся вот сюда, под край круга, встаем, кидаем. И этот смок, наконец, позволит нашим тиммейтам как-то более-менее пропушить банк, трак, все остальное, а вы в этот момент сможете подлюркать, забрать игрока банана, который был в туалетах, но, естественно, перед этим смоком тут нужно подочекать, самому проспикивать, подкинуть флешки и так далее. Потом хочу еще прикольный сетапчик вам показать. Упираемся здесь вот слева, находим свет, сюда мы кидаем смог, чуть правее и ниже мы кидаем молик, и флешки, которые всегда будут работать, упираемся вот так, кидаем их либо сюда вверх, либо сюда вверх, они прекрасно влетают, молик трак, смок стерс, и флешки, собственно, которые флешат здесь, ну, считайте, вообще абсолютно все, их можете использовать абсолютно в любой ситуации. Какие смоки здесь еще есть? Из кона мы вышли, чекнули, тут никого ничего нет, там тиммейты уже под туалетами, например, мы можем встать так вот, видим эту полосочку, и вот здесь, чуть правее нее наводимся, делаем джамп троп. Ну, вы поняли, дырок нет, все вкусно, все приятно. Самый-самый дефолт по центру лавки, голова прекрасной девочки, нас тоже спасает всегда, да, я даже чуть ниже сейчас запустил, не в саму голову поторопился, но тем не менее, смог нормально здесь лято. Еще один простой смок стерс, вот отсюда правее фонаря, вот так вот. И смог банк вам же тоже понадобится, упираемся вот сюда в центр, видим такую вот грязюшку, ее центр, вот укрупняю вам, и все, у нас все нормально, тоже в банк залетает, как надо, дырок нигде нет, все у нас хорошо. И еще хотел бы показать вам два молика, первый в дефолт, вам естественно нужно здесь сначала немножечко все отчекать, то есть мы выходим, примерно вот эту тему сравниваем с буквой К, так, краем глаза, контролим вот это, естественно, это нужно на диффуз, мы вот так сравниваем это все дело, и потом просто с жамп тро можем в центр прям вот так вот кинуть, и этот молик всегда залетает в дефолт, можно остановить диффузера и так далее. Понятно, что если он вас пушит, мы его контролим, но если один в один, услышали, бах, стали вот так, запустили, видите, ну то есть не надо там идеально сравнивать, что-то еще можно подойти ближе, можно подойти дальше, и молик трак, отсюда с клумбы, понятно, либо смог, либо тиммейт на левой клумбе вам нужен, либо в ланге, либо все вместе, мы запрыгиваем быстренько на самый край клумбы, и в ее центр, швыряем вот так вот молик, он прекрасно подпаливает право, лево, все отлично горит. Ребят, думаю, этого вам достаточно. Пишите в комментах ваше мнение про карту, ваше мнение про нынешнюю мету, мы делаем ролик про мету, уже очень долго, будет очень крутой ролик, поэтому подпишись, поставь лайк, напиши коммент, и прыгай в телегу, там розыгрыш, ничего обязательно не пропускай. Ах да, и для новичков, ребята, плейлист основы CSGO на канале. Все основные гайды я уже давно сделал, и многим они не выдаются в рекомендации, например, или о них просто не могут найти среди сотни видео на моем канале. Плейлист спасения новичка. Все, был рад вас видеть, бай, ба-бай.